У меня жесть, знаешь, как тряхануло? Георгий Кушташвили задержали его сотрудники, сломал нос сотруднику Росгвардии. Момент, честно говоря, для всех таким был шок. Хочешь, расскажу, как вообще все было? Мы здесь для этого. Я понял, что идет на меня агрессия, и идет какая-то опасность. Надо реагировать первым. Я ему дал двоечку. Грузина, в чем прикол? Ни одного олимпийского чемпиона нету по боксу. Я хочу первым стать. Как тебе бокс бивало? Мне его бокс не нравится. Я его надоем. Я знаю его стиль. Я знаю, что он мне по зубам. Друзья, сегодня у нас очень интересный гость. Российский и грузинский боксер. Двукратный чемпион России по боксу. Чемпион Европы. Мастер спорта международного класса. Боксер, выступающий в полутяжелом и тяжелом весе. Георгий Кушташвили. Жор, привет. Приветствую. Добро пожаловать на Дросподкаст. Я бы хотел поговорить о боксе, о жизни, о семье, о каких-то ценностях. В общем-то, то, о чем ты тоже хотел бы поговорить. Да, давай с удовольствием пообщаемся. Расскажу, кто я, что я, откуда я. Родился ты в Грузии? Родился я в Грузии. В горе родился. Откуда, Сталин? Там родился и до трех лет жил в Грузии. Переехал в Бурятию. Из Бурятии до 18 лет жил там и переехал в Москву. Давай поговорим про Бурятию. Получается, село Бичура. Бичура. Мое село. Ну, получается, большое село. Население, честно, я не скажу, сколько, но вот эта вот улица, его сейчас немножко подразбили, как-то называется. С одной стороны до половины идет улица Кирова, и потом дальше коммунистическая. Так его чуть разбили, но по сути дела это одна улица. Я все детство там бегал. В одну сторону бежали, в сторону Кирова, это немножко, в гору мы туда бежали, там тренировочки постоянно проходили у нас, ну, с зала у нас. Мой первый тренер вообще, Алексей Андреевич Кицелев. Вообще-то. Вот ты записался в секцию бокса, да? Во сколько лет, кстати? Давай, начнем заново. Я приехал в Бичуру, начал ходить в садик, и потом к нам приехал наш дедушка, покойный, царство именебесное. И вот он привел нас на бокс. Это потому что вообще не было больше никаких единоборств, вообще нормального спорта не было. У нас был бокс, футбол, еще там можно баскетбол, я, кстати, очень люблю баскетбол играть. И начал выходить на бокс, дедушка нас привел, это с первого класса, сколько мне, лет 6-7 было уже, ну, вот так вот. И все, с первого класса начал заниматься боксом, потом у меня были, когда я хотел ходить на борьбу, там борьба в моменте появилась, у нас вечеря. Я прихожу, говорит... Вольная борьба. Да, вольная борьба. Вурятия тоже, кстати, развита борьба. Да. Они любят борьбу. Я пришел, думал, вот сейчас побороться. И я когда пришел, мне тренер говорит, ты что, уже занимался? Говорит, по-любому не можешь такого быть. А я, видимо, можешь по характеру, я такой, я сразу просто в ноги проходил почему-то резко, им делал больно почему-то. Я просто в наглую, как первым номером, ну, как я в боксе работаю, первым номером, более агрессивно, ну, бокс веду. И так же, видимо, у меня по психологии я пошел бороться, ну, прямо... В атаку сразу. Да. И им начал больно делать. Короче, два дня походил, на третий день прихожу, мне три дня говорят, или борьба, или бокс. Говорит, да, ну, в борьбу пошел, а бокс обратно. Папа, мама грузины. Папа, мама грузины. Переехали в Бурятию. Как так случилось? Это были 90-е года, я думаю, ну, все грузины там, ну, и пытались работать где-то кто-то как-то. Сложное время. Да, вот сложное время, кто чем мог, тем и зарабатывали. И в Москве были, и в Чите были они, в Краснокаменске, там, Дальний Восток, Сибирь. И в моменте он где-то, он, можно сказать, нас даже отец оставил, что ли. И, ну, как, он просто два года нас не видел, не приезжал в Грузию и нас, а этот взял его близкий друг, его одноклассник Сусо. И привез нас к нему и сказал, короче, ну, давай за семью следить. И он начал работать, одним словом, зарабатывать честным трудом на жизнь, на семью для нас. У меня отец был очень строгий, у меня все детство такое было. Ну, в село, деревня, чем в итоге? Ну, в итоге он начал заниматься лесом. Лесом, фермерство. Это было популярно тогда. Потом, когда уже леса стало все меньше, то есть люди уже поняли, что-то надо делать. И отец сообразил вовремя и начал заниматься скотом, пока у него была возможность финансово покупать. Сейчас он развился, он сейчас фермер, большой фермер, большой, ну, как бы сказать, крупно, да, большое хозяйство крупно-рогатого скота. Сколько голов? Два, два с половиной, вот так вот, я точно не знаю. Тысячи, тысячи, две с половиной тысячи. То есть их в загон, к нему не побывает, там, куалда, и далее, там, или кто-то, вот такой, ну, нет, сдалека. Вот я один раз в инстаграм выкинул, там, меня чуть не заблокировали, я сразу добил новую историю. Просто, как я быка, там, с 10 метров, грубо говоря, подошел и дал ему... То есть это нормальный, как бы... С мелкашки, их так убивают, убивают их так, потому что дикая порода племенная, то есть они в поле могут ночевать и все, они в минус 40 ходят. Я вот видел, как они в минус 40 ходят, у них, представим, ноги сзади лопаются от мороза. От холода. От мороза, в минус 40 по снегу, там, по сугрому ходят. Короче, в 7-8 лет попал в зал бокса, был эпизод борьба. В 7 лет попал, да, вот так, с первого класса, я сейчас, грубо говоря, в 20 лет в боксе, попал в бокс. Меня дедушка привел пробовал и борьбу пробовал, там, не получилось в футбол. Ну, в футбол так я относился, не особо любил, люблю баскетбол, очень люблю баскетбол. И вот боксом занимался, и я всегда здесь, что ничем не отличался, допустим, Сибирский федеральный округ. Я боксировал раз 5-6 на этом Сибирском федеральном округе. Почему-то, вот так складывалось, что я всегда проигрывал стабильно в первом бою. Я ни разу не один... Это по всем возрастам, да? Да, ну, не могу, ну, никак как-то, я не знаю. Ну, я такой, я поздно начал созревать. Вот по себе, я даже с тренером, со своим общаюсь, говорю, Юрьевич, говорю, я вот, как по мне, мое личное мнение, я поздно созреваю. И поздно доходит, допустим, тело, организм, возмужать там, или что-то, мне сейчас 27 исполнилось. Вот доставит 27 лет, и я никогда себя так не чувствовал, как сейчас себя чувствую. То есть приходит сила, ты прям чувствуешь? Постепенно, постепенно, вот я чувствовал, что только вот приходит ко мне понимание. И прикол в чем, приходит еще понимание именно бокса. Ты понимаешь, где, как, что такое вообще бокс. Бокс это, быть боксером надо быть очень умным. Я думаю, ну... Конечно, конечно. Там, там, имей, мускулы такие, там, вышли. Так кому надо? Можно... Все-все сильные, все-все сильные. Конечно, нервная система. Можно, блин, бегать в марафоны, выйти и в первом раунде сдохнуть. А можно, блин, вообще, то есть... Не бегать, короче. Пошли, не бегать, грубо говоря, прибегать, выйти и дышать, как паровоз. Но это нервная система, это психология. Другая работа, да. Конечно. Доржиев Валерий Пурбуевич. Что это за человек для тебя в твоей, как бы, жизни, в твоей... Это легенда бурятского народа, я бы это сказал. Самый, для меня на сегодняшний день самый великий бурят Валерий Пурбуевич Доржиев. Он с моего района, он с Алташея. Там от нас километров 10-15 наши села находятся друг от друга. Мы с ним познакомились, когда я в Москву переехал, мне было 18 лет. Тогда с ним познакомились, начали с ним общаться. На сегодняшний день, вот, какие бы у меня трудности не бывали в жизни, было хорошее время, плохое время, тяжкое, какое бы ни было, этот человек, блин, на самом деле, я вообще не вру и говорю искренне. Я уважаю этого человека, я вот, что-то, если смогу, я буду счастлив ему чем-то помочь. А моя помощь ему будет, если я буду чемпионом мира, олимпийским чемпионом и по профессионалам заберу все пояса. Вот этим я ему отблагодарю. Он тогда, вот, я думаю, он скажет, молодец, Георгий, я доволен, и все, больше ничего. Валерий Доржиев сегодня является, получается, руководителем федерации бокса в Бурятии. Да. Да, и как бы давно это делает, успешно, в общем-то, под его началом там много ребят. Да я тебе даже, знаешь, как скажу, он в моменте, он не был депутатом, допустим, народного хурала, там, или, там, президентом федерации бокса в Бурятии, там. Это, может быть, он сейчас даже сильно не вникает в это, как он, чем он. Я знаю, что у него, в общем, все хорошо, а когда он не был, ни отношения такого не имел к спорту, он со своего кармана доставал, со своего, и просто говорил, пацаны, тренируйтесь. И девчонки у него есть, еще девчонка, она вольница есть у нее, Стальвира. И боксерш есть, у нас много девчонок, вот на днях встречался с Даримой, с Дуумой, тоже его, его ж не. То есть у нас команда, это наша семья, я даже скажу. Я хоть и грузин, но во мне есть частичка Бурятии, я в Бурятии воспитался, и Бурятию я считаю своим домом. Я очень люблю Бурятов и Бурятию, и я, если где-то, вот, сейчас были на сборах, там были Буряты, наши земляки. Я вот их вижу, я не знаю, я вот очень радуюсь, и искренне я к ним чувствую симпатию. Мне очень приятно с ними общаться, вообще Буряты мой народ. И Валерий Пробуевич, дай Бог ему здоровья, чтобы, блин, побольше таких людей, земля была бы, блин, ярче. Твоя семья, я имею в виду папа, мама, они также живут в Бурятии сейчас, правильно? Да, они живут в Бичуре. У меня там мама, папа, младший брат Рекли, ему 10 лет. И у меня есть еще двойняшка, моя двойня. Я его на 10 минут старше. Он боксировал очень классно, он очень сильный боксер, он лучше меня был в детстве. Ну вот как-то в моменте под ростом, он был левшачок, и он еще такой мотористый был, такой бьющий был, ну, такой прямо темповик, как я темповик. Он тоже всегда первым в номер агрессивно работал, и он был бьющий. И он один и тот же палец, вот этот левый, поломал его раза 4-5, просто бил и ломал. Это все вот через перчатку ломал, один и тот же палец. Ну, я не знаю, если бы он сегодня пошел бы в спорте, если бы он был бы, он примерно, как я, тело, чуть ниже, такой крепенький тоже. Я-то так все равно, я себя не считаю, что я прямо вот. Но я сухой, я такой, ну, выносливый. А он такой был, резкий такой, подвижный был. Но если бы он пошел в бокс, я думаю, он бы навел бы шороху. Он такой тоже психолог. А почему не пошел? Ну, палец, да, ему начал мешать 4-5 раз, один и тот же палец ломал, и он, короче... Я сам не собирался быть боксером. Я не хотел быть боксером. У меня были другие планы вообще по жизни. Судьба меня свела. А как так получилось, что ты вот настолько погрузился в бокс, что сегодня ты мастер спорта между классом? То есть в какой момент это случилось, что ты должен, ты решил для себя, что ты пойдешь в бокс? У меня, я был в детстве очень буйный, очень такой тяжелый, тяжелый ребенок был. Неспокойный был ребенок? Неспокойный. Постоянно, допустим, маму в школу вызывали, она бедная плакала. Со школы меня выгоняли. Плохо учился? Я вообще не учился. Учиться здесь что, ну, да, так, честно, но постоянно списывал, да, там, мне все равно было. Но я любил математику. Я все уроки мог прогулять, кроме математики и физкультуры. Ну, физкультура, понятно, что там, где побегали. И математику, я любил считать. Ну, я не знаю, я вообще ничего не любил, кроме математики и физкультуры. В школе были трудности? Да, воспитание, ну, воспитание-то у меня хорошее, дисциплина хромала в плане, то есть, я дрался, девчонок мог обидеть. Хоть я девчонок в жизни не бил и не собираюсь бить, и не дай бог, я, ну, никто не сделал так, чтобы мне пришлось поднять руку. Но не доводилось до этого, чтобы я на девчонку, я думаю, я не смогу это сделать. Ну, видимо, я их просто задирал, там, за волосы дергал, там, как-то, ну, и девчонки, и мальчики, там, ну, мальчики, понятно, там, ну, дрались. Трудности были. Дрались, да, я такой очень агрессивный почему-то был. И ты говорил, что тебя могли из школы выгнать, но не выгоняли лишь потому, что понимали, что в другую школу тебя не возьмут. А они брали, они делали, у нас 4 школы в силе. Не брали. Они запросы отправляли, никто не хотел принимать. Кушташвили, говорит, мы не берем, нет. Не берем. А куда меня, блин, ну. А сколько ты за, сколько ты, один из классов точился? Один из классов. А дальше? Поступил в университет, меня оттуда отчислили, потом мне было как раз 17 лет, я в Бурятию поступил. Я в 17 лет шел с дома, у меня, то есть, за того, что я говорю, тяжело, только ребенок был. У меня отец был очень строгий сам по себе, но по непопонятным причинам он был строгий, если я был бы нормальным, спокойным. Допустим, у меня еще старший брат есть, царство ему небесное, ему было 16-17 лет, мне было 14 лет, когда он умер. Трагедия была в твоей семье, да? Трагедия была, да, его током ударило, представь себе, ну это все в Бурятии происходит, его током ударило, его убило на месте же. В бытовых условиях? Короче, у меня отец же фермер был, он только начал, когда лес начал заканчиваться, он начал закупать скот, и когда закупал скот, в моменте там Илья пошел машину мыть, и отец ему там сказал, да не мыть его, а Илья ему дала, ну уже. А там никого рядом не было, это отец рассказывает. И Илья ушел, и все, а там керхер такой, ну чем под напором моет машину, такая она с дугами была, он еще в воде стоял, он его как-то взял, и она видимо что-то там замкнула, и ток, короче, прямо в руку перевел. Ну и там же остался, бедный, и отец его в Грузию, в Грузии его похоронили, отец ему отдельно церковь построил, у него отдельно на горе похоронен брат мой, Илья его звали. Ну и в итоге, я что говорю, я тяжелый ребенок был, с дома ушел в 17 лет, и вот я вот как в 17 лет ушел, по сути дела, я сейчас с родными, конечно, общаюсь, я их люблю, все нормально, я сегодня даже с отцом перед съемками общался. Я ушел в 17 лет, и понятно, какая учеба там, я и так и не учился, чуть-чуть там отошел, у меня не было плана заниматься спортом, чуть-чуть в сторону отошел, другими делами занимался там. Не спортивными, да? Не спортивными, да, жил с другими людьми, уехал в другой город абсолютно, я жил с людьми, которым там 30-40 лет, 40-50 лет были, ну взрослые мужики. Ты говоришь про круг общения? Про круг общения, они были все грузинами, это была Чита. Скажи, в 17 лет тебе, ты к 17 годам чего достиг в спорте? Ничего. Ты не был мастером спорта? Мастером спорта не был. Не был еще, кандидат мастера спорта? Кандидат мастера спорта, получается, смотри. В республику ты выиграл, ну что-нибудь. В республику только выиграл, все. Потому что я такой ребенок, я не планировал, какой бокс вообще, о чем у меня другие планы тогда были. Я сидел, в 17 лет, мне вот так вот, моего крестного, родной брат, подходит и садится за мной за стол. Я с рюмкой сижу, с ним пил. Рюмкой водки? Водки, да. Но я такой, то есть для меня, где я вырос так, чтобы при мне все это было, где-то алкоголь, там, ну, те же наркотики. Это все при мне было в детстве, и поэтому дальше мы до этого дойдем. Ну, там, не 90-е, там, начало 2000-х годов, правильно? Ну, они же оттуда в то поколение шло. Да, то есть, ну, это там, в конце 90-х, тогда мы помним, да. То поколение шло, чем они только не занимались, то поколение шло, 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 шло. Ну, и вот я в 17 лет с ними в 2013 году встретился. Я с ними в Чите жил, там, и в Ула-Унде жил, и в Чите жил, с ними, там, бегал, ну, жил. И в один день он со мной вот так вот сел. Говорит, и вот смотри, вот четыре пути, говорит, ты посередке стоишь. Это, извини, с кем? Это брат моего крестного. Брат твоего крестного. На перекрестке вот так рисует мне на тетрадке. Как мы с тобой вот так вдвоем сидим с ним, ем у меня где водочка, там, пьем с ним. Да, я уже под шофе, и мы с ним вот так разговариваем. А жизнь просто. Мне 17 лет, ему лет 35 тогда было. Но на сегодняшний день, я на 17-летних смотрю, блин, они очень отстают. Мне так, по крайней мере, кажется. Вот мне кажется, в наши 17 лет, чуть-чуть раньше, мне кажется, более такие были. Посмелее как-то, посообразительнее. Вот и по себе вот сравни, как еще из нынешней молодежи. Что-то другая молодежь была. Наверное, да. Но они, наверное, вот сейчас 17-летние ребята тоже ищут какие-то свои плюсы в сегодняшней жизни. Тут, знаешь, не хотелось бы говорить, вот мы были в 17 лет. Но в целом я с тобой согласен. Я думаю, что даже там, знаешь, по армии смотреть, вообще по призывам и так далее. То есть, мне кажется, ребята раньше, в 17-18 лет, были и покрепче, и как-то посмышленнее. Не знаю, как-то вот к жизни, может быть, чуть больше были ближе, к настоящей. Кто же сказал? Может быть. Типа, хорошие времена рождают слабых людей, а тяжелые времена рождают сильных людей. То есть, наверное, кто когда попал в какое покорение. Ладно, я про что говорил? Ну вот сидит твой товарищ старший, какой-то был ключевой момент, когда тебе было 17 лет. Пойдешь, допустим, налево, учиться будешь, направо работать будешь, туда пойдешь, пойдешь в спорт. Выбери, говорит, путик, говорит, себе и иди, говорит, вот чем ты сейчас с нами живешь, говорит, мы от тебя далеко не уйдем. Мы с тобой будем рядом, если что-то надо будет, ты всегда сможешь к нам вернуться и жить так же там. Или, либо же там иди учись попробуй, или то делай. Но с нами не надо, но он мне то есть хотел объяснить, что я с ними жил, то есть не надо тебе здесь находиться. Попробуй что-нибудь другое. Эта жизнь от тебя далеко не уйдет, просто попробуй займись другим, спортом займись. Он меня убедил, поговорил со мной, объяснил все эти моменты. Я на следующий день покупаю билеты на поезд, уезжаю в Бурятию. Через неделю мне исполняется 18 лет, и еще через неделю в этом же городе, в Чите, братьев Степановых, называется турнир. Я приезжаю через 2 недели после того, как я уехал из Читы, опять через 2 недели приезжаем 23 спортсмена из Бурятии. Мою жизнь я отражаю в боксе. Вот я вижу это, почему я так боксирую, и как я боксирую, и свои эмоции, свои, я вот полностью, ну, свой бокс со своей жизнью, со своей психологией сравниваю, и это так и есть. И в тот момент, когда я вот, ну, начал возмужать, взрослеть и понимать головой какие-то моменты, я хоть и не был хорошим боксером, мы 23 спортсмена приезжаем в этот город, и вот тогда вот был мой первый турнир мастерский, мой первый турнир по мужикам, мой первый турнир мастерский и мой первый турнир без шлемов. Это все вот прямо первый турнир, и все вот так совпадает, это же после Олимпиады же убрали, после лондоновской же шлема. И вот этот турнир, 23 спортсмена, из этих 23 спортсменов побеждают только я один. 81 или 75? 81. Я там еще одного привалил, короче, там, моя любимая двоечка, дал, кувыркнул в полуфинале. Ты стал мастером спорта? Я выполнил мастер спорта на этом турнире. Вот. Значит, и после этого турнира ясно, с кем я жил, они все пришли болеть, нам все, ну, только что пацан с ними там бегал, чем-то занимался, и вот уже в спорт ушел. Это через две недели. Я выигрываю этот турнир из 23 спортсменов, я единственный, кто побежал в этот турнир из Бурятии. Я приезжаю в Бурятию, на четвертый день я уже вылетаю в Москву. И вот вылетел, прилетел к Бату Михайловичу, Батуеву, вот тогда я с Валерием Прубовичем, то есть в ихнюю команду попал, в его команду, я так считаю, все, что в Бурятии боксеры там есть, и вот эти моменты, я считаю, что это благодаря все ему, его финансированию, его внимания, его там, общения с людьми, с большими там, федерацией, и все эти моменты. И я попал к Бату Михайловичу, я у Бату Михайловича тренировался, потом мы с ним разошлись. Давай вот поговорим про московский регион, про Подмосковье. Я от тебя вообще услышал, Георгий Кушташвили, как бы боксер, представляющий Подмосковье, Московскую область, да, ну и Бурятию. Смирнов Сергей Юрьевич, вот тот человек, с которым я видел, когда я тебя узнал, лапы, как он с тобой работал, в углу и так далее. Когда ты приехал, я так полагаю, с того времени вы, по сути, вместе, и он до сих пор в тебя вкладывает, верит, вот, и работает с тобой. Я в итоге с Батом Михайловичем тренировался у него три года в Москве, я с ним разошелся. Я тренировался полгода один, там много нюансов было. И Ахмед Федорович мне вот так позвонил, приехал, я с ним сел. Рагимов, да? Да. Есть хороший тренер, говорит, Сергей Юрьевич, я его знал, то есть, а у него был воспитанник, Никита Иванов, это мой соперник. Да. Но я с ним еще ни разу не боксировал. Такая ситуация, я ему говорю, слушай, говорю, ну, ты же, ну, Ахмед Федорович, Ахмед Федорович, вы понимаете, ну, такая ситуация, как? Он говорит, я уже разговаривал, Никита уже, все, типа, заканчивает профессиональную свою карьеру, говорит. И мы с ним сразу созвонили, Сергей Юрьевич, прямо при Ахме Федоровиче, все, все, там, все. И я приезжаю к ним, и мы начинаем с ним работать. Ты до этого не знал его? Знал, залучно. Знал, знал. Ну, здравствуйте, да, да, он мне на Риг выводил, то есть, ну, гонка Московской области, я за областью упал. Да, да. На сегодняшний день, сколько этот человек, Сергей Юрьевич, в меня вложил, как тренер, там, для меня добра, не считая моих родителей, да, мам, папа, другое, Сергей Юрьевич, как этот человек, Сергей Юрьевич, меня внимание обратил, на меня внимание обратил, в меня энергию, силы, там, все, все, все вложил. На этом земле, наверное, нет ни одного такого человека, как Юрьевич, сколько он для меня сделал. Этот человек, блин, впустил меня к себе домой. Я у него жил полгода, представь себе. У него двушка, он с женой жил в соседней комнате, а в соседней, в другой, я жил у него с браслетом, представь себе, полгода, мужик, я у него, вот так, он меня принял, он, Надежда Федоровна, тоже, блин, любимая моя женщина, она мне тоже, как мама. То есть, они меня приняли к себе, и я у них, как сын, у них есть дочка Алла, то есть, она уже замужем, они живут рядышком, и они мне, вот, к себе, у них никогда не было сына, и по сути дела, вот, у них сын дома, с ними полгода жил. Ну, это сложно, конечно, да. Я никогда, ну, и думаю, в этой жизни не смогу расплатиться с ними за то, что они мне приняли, и слава богу, что вот все так сложилось, что они мне приняли, и то, что я именно с ними был, и у меня была возможность тренироваться, у меня есть видосы, и, если хочешь, я тебе покажу, как мы с ним в однокомнатной, знаешь, там, ширина, грубо говоря, в 2 и в длину 3 метра, вот в такой комнате, маленький, это коридор у нас, как мы с ним на лапах работали. Там браслет даже на ноге виден, мне давали 2 часа в день выход на улицу. Но это браслет сейчас, когда с тобой случилось, до которой мы дойдем, да. Дойдем до этого, расскажу про это, блин. Мы с ним тренировались эти полгода, я за эти полгода, знаешь, как сильно вырос, я начал понимать бокс. Я до того, как вся эта ситуация произошла, я был волевым боксером, я и есть волевой, то есть мне говорили бокс, и я бездумно боксировал. Ну как бездумно, то есть, ну и просто вот так плюнул, иди сюда. Дрался, дрался, дрался. А сейчас у меня Юрий Юрьевич, и то вот те полгода, вот тогда я очень много осознал, понял, доставил мне все это задуматься. И постепенно, постепенно, после чемпионата Европы я очень много своих боев пересматривал. Я с каждым разом начинаю понимать бокс. Только сейчас ко мне это приходит понимание бокса, и плюс к этому всему приходит физическая сила. Я только начинаю крепнуть. Ну, ты сейчас говоришь про то время, когда ты уже был двукратным чемпионом России, ты уже был участником чемпионата мира, вот. И вот, то есть, такой большой путь прошел, кто-то о нем может просто мечтать, а ты только сейчас говоришь, что я вот только начал понимать, начал вкатываться. Вот то, что был, тот Георгий был, то время, как я жил, моя дисциплина, моя, все, а мое отношение к боксу, одно скажу, я всегда хотел быть чемпионом, великим, я всегда мечтал о великом, но я не знал, как к этому прийти, как к этому уйти. Тогда я не знал, пока я не попался и не сел туда. Немножко мысли, мысли по-другому стали твоей работой, да? Меня же, знаешь, как тряхануло, блин, не дай бог, я после того, как все это прошло, я тренировался, мне нужно было тренироваться, я хотел это тренироваться, я хотел себе, в первую очередь, доказать и всем то, что это была ошибка, я исправлюсь. Я всем покажу, были большие финансовые проблемы, у меня очень много проблем тогда было, у меня негде было жить, но хорошо, у меня были друзья рядом, которые просто элементарно приезжали ко мне домой, покупали продукты, у меня даже такие моменты были. Жор, давай, мы как бы подошли к этой теме, я думаю, что все-таки, к сожалению, большая часть нашей страны, там, люди там и спорта и нет, узнали фамилию Георгия Кушаташвили, именно по тем новостям, которые прошлись по Первому каналу, я не знаю, там, РБК, Коммерсант, во всех федеральных СМИ, что член сборной России, задержали его сотрудники, вот, с каким-то там количеством наркотика, и который там, вроде как, сломал нос сотруднику Росгвардии. Момент, честно говоря, для всех таким был, ну, шоково, мягко сказать, потому что, первое, я все-таки понимал, допустим, я видел финал Чемпионата России 2019 года, когда ты боксировал с моим Хатаевым, лично для меня ты тот бой выиграл, я считаю, что два раунда там выиграл. Ну, я тоже так считаю, но руку не подняли. Выиграл, да, железный. Смотреть бой со стороны и судить у ринга, это разные вещи, мы прекрасно понимаем, иногда даже студии смотрят, сами смотрят у ринга, а потом смотрят этот же бой и по телеку, они по-другому, так бывает. Вот, поэтому мы об этом не говорим, но мы говорим о том, что, как мне казалось, на тот момент ты был один из таких самих ярких, ну, на мой взгляд, я, насколько я понимаю бокс, мне очень нравился твой бокс. Что ты делаешь, как ты контратакуешь, как ты видишь и как ты дерешься, это такая тоже, иногда бывает уже сегодня редкость, отчаянно, по-настоящему у тебя все это было и очень технично. И я понимал, что там не с горами Олимпиада и, возможно, ну, то есть ты точно был один из претендентов, ты там хорошо вторым номером на тот момент, но все-таки ты был член сборной и, я думаю, что один из кандидатов. И вот такая штука случилась с тобой, сообщение от федерации бокса абсолютно логичное, понятное, да, член сборной страны там и так далее, дисквалифицирован. Это была публичная порка. Первое, что хочу сказать, что происходило вообще в твоей голове, то есть ты понимал, ты член сборной, на тебя ставят ставку, вот, и вот такой, мягко сказать, конфуз. Что происходило в твоей голове и, если ты можешь это рассказать, как ты выбрался из этой ситуации, что вот по итогу, потому что там, если сломать нос, это тяжко телесное. Короче, я вообще, честно, я должен был сесть, вообще по-хорошему. Как это все, что происходит, твои первые мысли, что ты думал, вот случилось, что-то случилось. Я сейчас, если честно, искренне скажу, я в этой жизни никого и ничего не боялся, никакой ситуации, никакой трудности, ничего. Я всегда встречал его, давай смело, никого в этой жизни, слава богу, не боюсь, не буду бояться, и никаких ситуаций. Я, когда эта ситуация получилась, я просто, ну, и что, ну, в моменте я не понимал, что реально это со мной происходит. Я в это, за тот год, за 19-й год, Кипр, Португалия, Испания, Таиланд. Вот, четыре страны, просто в которых я летал отдыхать. У меня с финансами тогда, ну, тогда сейчас тоже нормально, но тогда у меня было очень нормально. Все хорошо было вообще? Я чуть-чуть офигел. Где-то, потому что я себе рассказывал, для меня водка там или что-то, я в таком кругу вырос, и наркотики для меня было. Это все было в порядке нормы. Я думал, это этому не мешает, оно второму не мешает, но не тут-то было. Большому спорту, в большом спорте, каждая мелочь, та же, блин, не знаю, сигаретка, каждая, это в первую очередь психология. Конечно, можно курить, пить и по психологии бить всех, но это от психологии, конечно, по-хорошему это мешает, и не надо, надо это исключить. Я бы вообще хотел вернуть тот день, и вообще никогда бы ничего не пробовать, ни наркотики, ни алкоголь, ничего, но это не важно. Сегодня я уже перепробовал практически все, и я на сегодняшний день три года живу абсолютно трезво, после той ситуации. Как я вот сел, как меня поймали в тот день, после этого дня я абсолютно трезвый. Ты переосмыслил, ты понял, что ты совершил ошибку. Я много чего понял. Во-первых, я точно знаю, что судимость, как бы ты все исчерпал, с тебя ее сняли. С меня ее сняли. Да, то есть сейчас официально ты не судим. Я не судим. Но у тебя было первое, условно, да, тебе давали срок, потом его сняли. Да. В итоге, то есть какой-то ты период, ты все-таки там имел эту судимость. Да, но в итоге мне поймали, хочешь расскажу, как вообще все было. Мы здесь для этого. Мы сидим в баре вчетвером. Со мной и мой друг Овик. Через сборную. Через сборную команды. Мы выпиваем. Пришли мысли. Давай, сесть здесь. Подавай, говорю. Мы поехали. Приехали. Как подробно сейчас прямо не буду рассказывать. В итоге я стою в лифте. Два разгвардеец имел меня. Овику там раз, там два, там прижали его. Они меня не видят. А ты их тоже не видишь? Я их вижу. Я слышал, что они бежали. Я слышал, они бегут. И Овик стоит. Овик, говорю. Овик, люди бегут. Говорю. Кто-то бежит. Я же не знаю, кто бежит. То есть они выше поднялись и побежали. Я ему говорю. Кто-то бежит. Говорю. Эй, Вовик, давай быстрее. Говорю. То есть, чтобы ты понимал, я уже нажал на первый. И кнопку держу открытую, чтобы двери не закрывались. Говорю. Быстрее. Говорю. Кто-то бежит. И меня вот так. Два разгвардеца. И у меня мысли думал. Да, ну тебя. Я не ему там кто-то то ли там лещата. Ну ударил кто-то. Как-то. Я не помню. Ну сучом ударил его там. Ты что там? И на него там. Ну агрессия, конечно, пошла сразу. Я выхожу тормозить. Говорю, мужики. И он большой тоже. Боксер, кстати, оказался. Он меня знал. Супер тяж. Там килограмм сто, не знаю. Ого. С чем-то, да. И он у меня руки вверх и поворачивался с автоматами, там с касками. Я не знаю. Ну, Росгвардия бронежилета. Руки подними, говорит. И я поднимаю руку. Вот так вот встаю. И я стою. Вот ноги вот так вместе стоят. Я слюду. Ну просто вот так вот. Я не понимаю, что происходит. Я поднимаю руки. И он меня дергает. За эту руку. И у меня в том состоянии, в котором я был, я понял, что идет на меня агрессия. И идет какая-то опасность. Надо реагировать. Надо реагировать первым. Я ему дал двоечку. Опять свою любимую. Я как с чего стоял. То есть там вот так вот я поднял. Он меня за эту дернул. Я вот так вот дернулся рукой. Рука пошла. И вот с этого положения, с ног, я просто передний левый вышагиваю боковым. И правый даю. Он ушел. Я в моих мыслях такое поворачиваюсь. Надо второго добивать. Думаешь, он на тебя сейчас тоже полетит. Ну, конечно. Он не будет стоять. Надо его добить, чтобы хоп, двоих кувыркнул и соскочили. Я только... Он падает. Только поворачиваюсь. И расстояние, как вот, не знаю... До стены. Да, до стены. Специально стоит. Овик рядом стоит. И он меня вот так направил. Стой, говорит. Я встал. Уложили меня чуть-чуть. Меня приняли, как они умеют. Поздоровались со мной. Руки закрутили. Руки закрутили. Надавали там. Вот меня принял. Если он увидит, я бы хотел бы с ним пообщаться. На какую тему? Зачем он меня бил? А, зачем он тебя бил? Он вообще никакого отношения к этому не имел. Ладно бы тот бил, которого я ударил. А приехал Опер. Или кто там? Ну, у них приехал Опер. А, ты вообще про других людей говоришь, которые там... Да. Которые не были у лифта, да? Да. Потом приехали. Нам, короче, в итоге 11 росгвардейцев было. 11? 11 в итоге в подъезде. Это ж сколько машин там было? Я не знаю. Все, они понаехали там. Убивают там, наверное, кричали. Я не знаю. Ну, у Типанус лежит. Там скорая. У Типанус реально. Сразу лег. 11 росгвардейцев. И вот этот их Опер. Или кто он там. Главное, их не было. Понятно. Я сижу вот так вот. И он мне давай там. Раздавать. Я ему говорю, ты что творишь? Вними наручники. Говорю. Давай, говорю. Если честно, давай. Говорю. Я готов с вами, со всеми. Я готов быть. По очереди или вместе. Вообще без занято. Я смело говорю, давайте, ребята. Но мне неприятно было. Он мне наносывал. Я его после этого только на суде видел. Когда мне дали два года условного. В итоге вот это все происходит. Но я залетаю. Меня везут в анализ задавать. Меня везут в ИВС. На второй день или на третий день. У меня суд. Мне приговаривают. Два года. Два месяца дают. Мне следственные действия начинаются. И меня сажают в пятерку. Если не ошибаюсь. Или четверка. Или пятерка. Ну, на Медведково. На Медведя меня посадили. И пошла там. Два месяца там. Мне дали когда условку. Не условку. А домашний арест. В первую очередь. Мои эмоции. Вроде классно. Второе. Но это было до суда еще. То есть тебя не осудили. Тебе меру пресечения. Меру пресечения. Мне дали первые два месяца. Меня засунули в спецблок. Я сидел. В спецблоке. То есть там две камеры. На тебя вот так прям. Следят за тобой. И постоянно ко мне приходили люди по правам человека. С ними. И они смотрели. Потому что ну все равно как бы медийная личность. Хочешь не хочешь. Там боксер. Известный боксер. Да. Сборная. И смотрят как что со мной происходит. Как со мной общаются. Один был там Рома. А у меня вообще кровь пила. Блин. Я не знаю что. Я в один день что-то сижу. И она что со мной раз говорит. Что с тобой? Говорит. Да я не знаю. Мне тут Рома уже надо. А у меня в библиотеку не хотел везти. Вот заходит грубо говоря. У нас были случаи. Допустим. В камеру трое сидит. У меня четырехместная камера была. В камеру заходит. Допустим. На строе. Да. Вы вдвоем идете к Ушташвиле на месте. Сидишь ты никуда не идешь. В библиотеку. Да. А что ну в тюрьме что делать? Хоть почитать или что-нибудь такое там. Хоть как-то время привести. У тебя просто дверь вот зашумела. Да. У тебя уже надежда какая-то там. Блин. Хоть кого-то увидишь. Я уже в уста отца камерника. Тюрьма подламывает. Психологически я думаю люди очень сильно. В итоге мне дают меру причинения. Меняют на домашний арест. Первая мысль. Ва ничтяг. Вторая мысль. Блин. Я еду к тренеру на домашний арест. Мне было очень некомфортно у тренера. А это было его решение? То есть у тебя по сути дома нет? Как ты оказался у тренера дома? Это Сергей Ильич такое решение? Сергей Михайлович Танилов. Да. Президент федерации Московского университета. Тогда был. Сейчас он руководитель. Ну он там или президент. Да. Наш близкий товарищ. Уважаемый. Да. Сергей Михайлович Танилов. В этой ситуации он провел очень большую работу. Меня вложил. Чтобы я вышел. Когда эти все дела были. Мы с ним очень близко тогда подружились. Познакомились. Еще ближе. Он на самом деле тоже очень близкий мне человек. И то есть я всегда рядом с ним. Если что-то надо будет. В любой момент. Я его уважаю. Он на суде предоставляет свой дом. Квартиру. Все что угодно. Лишь бы отпустить его на домашний арест. Он что только не предлагал суду. То есть он каждый суд там постоянно с прокурорами ездил. Общался, встречался. Наводил движуху там. Чтобы я вышел. Он огромную работу провел. Он на суде предоставил квартиру. Пускай Георгий там живет. Не хотите квартиры? Пусть в доме живет. Лишь отпустите его. Один. Один. И предоставил Юрьич. Двушку свою. Он с женой живет. И одна комната у него была свободная. Ну гостиная. Что свободная. И судья сказал. Нет. Если хочешь чтобы я его отпустил. На домашний арест с тренером. Пусть живет. И это было самое-самое лучшее. Что могло мне как со мной произойти. Попасть с Юрьичем. Пожить полгода. Постоянно на лапах работали. Мне первый месяц я просто дома сидел. Меня не отпускали на улицу. Потом у меня было 5 судов. Мне дали 2 часа выход на улицу. И от 2 часа каждый день. 500 метров. Вокруг дома. Выходил 500 метров. Ну вокруг 500 метров дома. Бегал с браслетом. Приходил домой с Юритем на лапах. У нас постоянно соседи снизу там сверху. Нам по трубам. Вы уже надоели. Что идете по лапам там. А Юрич мне говорил. Георгий говорит. До 9 или до ски вечера там можно бить. Не шуметь. Ну до 9 там типа. Да пофигу. Говорит. Ну не. Ну не так прямо конечно. Ну понятно. Мне короче по лапам бьешь щелчки. Понятно что соседи слышали. До этого просто этого не было. Вот тогда вот и я начал понимать бокс. Когда мы начали с Юричем работать на лапах. Он мне начал объяснять. И начал доводить. И начал разжевывать. И я после этого начал понимать бокс. Я с каждым днем с каждым днем конечно же пытаюсь расти и думать. Смотреть бои там чьи-то какие-то и так далее. Ты разговаривал после этого с папой с мамой. Ну когда ситуация случилась. То есть у вас какая-то беседа в этом плане состоялась. Да. Ну там что тебя отец спрашивал. Что ты ему сказал. Ты наркомама на меня спрашивал или нет. Единственное. Я ему сказал было дело. Сейчас он уже не задает такие вопросы. Потому что он знает, что у меня все в порядке на сегодняшний день с головой. И то, что я к этому больше не прикасаюсь. Я правильно понимаю, что ты эту ситуацию осознал. И ты сделал определенные выводы. И как ты говоришь, всегда хотел быть великим чемпионом. В олимпийском боксе и по профи. То есть эта цель остается прежней. То есть ты сделал выводы. И ты хочешь двигаться дальше. Меня мысли о великом не покидают никогда. Я засыпаюсь с этими мыслями, просыпаюсь с этими мыслями. Я отсидел, натворил глупости. Я ни о чем не жалею. И спасибо Господу за то, что Он мне дал испытать эти моменты. Поощутить на себе это. Потому что мое окружение всегда сводилось к таким людям, которые сидели там и такой образ жизни ведут. Грубо говоря, незаконны. Скорее всего, может быть, это правильнее. И вся эта ситуация произошла. И я еще что хочу. Я хочу... Вы еще напомните, как бы не было Умара Назаровича Кремлева. Потому что... Почему его? Потому что он провел очень большую работу. Чтобы я вышел. И скорее всего, без его поддержки, я бы не вышел. То есть при всей официальности, да, и понятной там со стороны... По такой стадии не уходит. ...федерации России, да, все-таки Умара Назарович верил в тебя, как бы. И все-таки он помог, чтобы это было более плавно, как мы сейчас с тобой говорим. Не так это жестко. Да. Я ему вообще никаких проблем. По поводу еще имама Хатаева. Ему там что только не говорили, там писали, там что-то, что-то. Хочу сейчас сказать. То, что со мной произошло, это только моя вина. Не я никого в этом не вину, только себя. Имам, он мой брат по жизни и мой враг в ринге. Мой соперник. У нас с ним счет 6 раз боксировали. 4-2. Первый раз я ему проиграл. В Чечне там первый раунд, сечка. Вообще я не понимаю, ну вот смотри, правила. Ну почему я так делаю? Ну это у них в Чечне проходил чемпионат России. Короче. Сечка типа тебя сняли. 30 секунд бой проходит, у него сечка, обоюдно бьются в первом раунде. А, обоюдно головами. Обоюдно. Когда обоюдно, то есть отдают победу тому, кто может продолжать бой, а кто не может продолжать бой, его снимают. Если во втором раунде происходит это все, то там считают очки. Во втором раунде считают очки. А тут в первом раунде это происходит и начали считать очки. Я уже понял. Так, хорошо. Первый проиграл. Первый проиграл в Чечне, второй в Самаре. Остальные четыре бои ты выиграл? Да. Нет, а финал России ты проиграл, ты, по-моему, был в... 19-й год. В этом, в... В Самаре. Не, не Самаре. Самаре. Первый раз я проиграл... А, 19-й год в Самаре была. Самаре, да. А в Оренбурге? Я Муслима проиграл. Тоже там вот такой бой, я помню тоже. Но я ему не проиграл. Я не люблю говорить, что я выиграл там, люди мне схавали, зашатили. Нет, руку подняли, подняли. Но я просто скажу один комментарий. Тогда Кравцов только-только входил в сборную России, главную становил тренером. И он написал тогда, то есть у себя там в Фейсбуке или где-то, с моей фотографией там или что-то, неважно, это что было. Он пишет такую строчку. У чемпионов так не выигрывают. У лидеров так не выигрывают. То есть там реально, то есть, ну, подняли руку туда. Неважно, что я... Ну, то есть я помню, ты просто про Имама заговорил. Я помню, что там какие-то начали типа вот, это там типа... Чеченская история. Там, чтобы все видели, как Жора Георгий отбоксировал как бы с ним. Он был хорош. И это чтобы он не ехал там что-то под... Ну, какую-то такую историю, сказку придумали. Этого абсолютно не было. И ты говоришь, что все, что случилось, как бы, виноват, по сути, только ты. Только я. У нас с Имамом будет бой, но не в любителях. По профи. Я думаю, этот наш бой будет смотреть. И я думаю, все любители бокса, всем будет интересно посмотреть наш бой. Но не сейчас. Знаешь, чтобы закрыть вот этот такой большой эмоциональный разговор в этой части, да, касаемо твоего вот такого вот момента в жизни. Сейчас, что бы ты мог сказать ребятам, которые, ну, либо думают о том, о чем ты думал тогда. Типа, пойти ли я отдохнуть, да, взять там, допустим, купить наркотики. Или которые уже попали в эту ситуацию. Ты можешь вот сейчас уже то, что ты пережил, да, какие-то сделал выводы. Что ты можешь им сейчас сказать или хотел бы сказать? Как Пабло Эскобар сказал, сильно не тот, кто попробует и бросит. Перестанет это делать. А сильно тот, кто не попробует. Я бы хотел, допустим, если за себя, говоря, вернуть все свое время, когда первый раз какие-то наркотики попробовал. И не пробовать вообще в жизни. Надо этого избегать. Это очень большая опасность. Пробовать какие-либо наркотики. А если бы уже кто-то что-то пробовал, надо бросать. Бороться с этим очень тяжело. Я не мог справиться. Я не мог сам справиться. Меня жизнь заставила. Дала такой подсразник, что, блин, мне уже просто на наркотики, на кайф, на какое-то. Мне стало на это смотреть. Думал, если я продолжу, то все, я уйду. Надо выбираться. Надо выбираться. И я понял, что мне нужно. Я скажу, я не знаю, как бы это ни звучало, но я это скажу. Я вот с вами, друзья, всегда это говорю. 2019 год, чемпионат мира пусть будет. Что ты думаешь, я чемпионат мира взял бы, если у меня были... Ну, был Лакрус. Лакрус. Но я бы побил Лакруса. Я знаю, как его бить. Его надо... Ты смотрел мой первый бой с ним в Волгограде? Нет, я не видел. Первый раунд я пристроил. Второй раунд, что ты смотрел? А третий раунд я просто вышел и сказал, а ну иди сюда, короче. Просто по уличному пошел. Ты по 10-8 можно было раунда давать. Ты не смотрел, да? Просто приколись этот бой. Волгоград, матчевая встреча, Россия, Куба. Просто можно было ему... Я ему и по печени дал и так, и он уже все, он хватался. Просто держался, никакой был. На мире я тебе рассказывал то, что я болел, чем я болел. Там дисциплина хромала очень сильно. Просто по сути... Вообще никакой был. После этого я тебе тоже рассказывал, что было. Я Лакрус в третнем бою проиграл. Вот я что хочу сказать? Я не знаю, может, это как-то, ну... Ну, они не могли выиграть наркомана, как бы это ни изучало. Я кайфовал. Я отдыхал, и я выходил на бой вообще разобранный. Это реально дико. Вот я сейчас задумываюсь, ты что вообще такое творил? Ну, это нервная система. У меня не было такого, что это мне будет там... Я выходил уверенно все равно. Я выходил, и до конца вообще... У меня не было такого, что вот это мне мешает, или что-то там не было. Все равно. Я же тебе говорю, я никогда ничего в этой жизни не боялся. Никого. Никаких ситуаций, ничего. Я выходил и делал. Но время было упущено с точки зрения дисциплины, тренировок, то есть эти все поражения... Мне сейчас 27 лет. Я безумно люблю бокс. Я обожаю этот спорт. Я счастлив, благодарю Господа. Я православный. И я благодарю Господа, что я в спорте, и именно в боксе. Мой бокс отражает мою жизнь. Какой я, я так и боксирую. Каждый боксер, как он боксирует, я считаю, это его же он отражает свою жизнь. Я лично в своем боксе очень хорошо вижу свою жизнь. Какой я по жизни. И такой я и в боксе. Профи. Это такой момент. Я очень нагло буду здесь. Я с уважением. Уважаю всех пацанов. 79-400. Ну, нагло будешь боксировать. По-чемпионски. Здесь бивол был. Да. Здесь бивол был. Лайт-хэви. Да. У тебя два боя по профи сейчас лайт-хэви. Да. То есть 79 и 9. На сегодня я утром встал, я сегодня зарядку сделал, побегал. То есть перед зарядкой у меня 80 килограмм. Я высокий, метр девяносто. Для лайт-хэви ты очень высокий. Но я сухой. То есть для меня вес убрать. У меня уходит вес. Я не знаю. Почему-то многие там... Как ты гоняешь? Говорят. Я обываю, ты 90 вешаешь. Но я сам по себе сухой. Но уходит вес. Подкожный. Проблем нет. Нету проблем нет. Я не... Да. Про профи. Вот смотри. Ты будучи там боксером-любителем, ну и в целом как бы будучи боксером, смотрел ли ты какие-то бои по профессионалам? Кто-то тебе нравился? С кого-то ты брал премьер, у кого-то ты подсматривал. Есть такие ребята? Чемпионы. Мне, допустим... Давай возьмем Тайсона. Так. Я тебе скажу. Его бокс там, его что-то, что-то. Я не скажу, что мне вау, все это нравится или что-то. Мне в нем нравится одно. Его харизматичность. Его подача в себя. Какой он. Его стиль. Не то, что там... Его агрессия. Его я полностью отражаю в своем стиле бокса. То есть мне кажется, я вижу себя таким же. То есть у меня очень агрессивный бокс. Первым номером у меня встал в основном. Я атакующий боксер. Темповик. Мне очень сильно нравится Тайсон. Именно своим характером и своим переподношением себя. И вот он этим мне нравится. Не то, что там аутно-крутой боксер. Георгий, вы упустили один момент очень важный. Мы сейчас этому коснемся. Грузия. Все перипетии закончились. Твои. С законом, да? Да. Давай я хоть расскажу. Давай, давай. То есть у меня я когда отсидел, когда мне дали два года условки, мне два года я в России не мог боксировать, не допускали. У меня была судимость. Мне дали два года условки. Проходит половина, я прихожу на суд. А я реально ездил и в дом престарелых, и для бездомных детей. Для чего? Просто уделял мне внимание. Покупал там шоколадки, порошок возил, спрашивал, что вам привезти. Я занимался благотворительностью. Мне помогали люди. Я просто, у меня тогда тяжело было финансово, мне просто взрослые люди помогали мне. Я ездил, и в областях везде на машине, и всем внимания уделял. Такой в социальной жизни участвовал. Да, можно сказать, что я был инициатором всего этого. Что я занимаюсь благими делами. И вот, допустим, я мог позвонить взрослым людям, там уже Сергею Михайловичу Данилову. Он тоже мне финансы, давай, Георгий, езжай, давай туда, давай сюда. То есть были эти моменты, у меня, я прихожу на суд, я говорю, через год, когда парламент проходит, ты можешь подать апелляцию. Чтобы сняли условки, я подаю апелляцию, скажу, что я вот чем занимаюсь, там я вот благотворительностью, хорошим делами занимаюсь, судья. Я хочу дальше заниматься боксом, судимость не допускают на соревнования, то-сё, то-сё. Рассказал, и меня судья выслушал, задает прокурору вопрос. Теперь сторона, грубо говоря, там обвинения, или как там прокурор, ваше слово. Он вот так устает, свои документы вот так гложет, у меня никаких вообще претензий нет. Просто он меня послушал, теми, ну, реально ошибка. Кто не ошибается в этой жизни? И мне судьба дала возможность исправиться. Мне сняли условку, мне сняли условку, и мне всё равно Умар Назарович не допустил на чемпионат России. Всё равно не допустил. После этого я пишу письма, чтобы уехать за сборную груз, значит, боксировать. Ну, уже два года, ничего себе. Мне тоже время идёт, надо боксировать. Чего мне в России, пацану? Допустим, был Кубок России, я на Кубке России боксирую, и меня допустили. Я на этом Кубке России выигрываю три боя, там, Атаева выиграл в втором бою, и в третьем бою в финале выиграл этого Стоцкого. Они через полтора месяца, один 86 килограмм становится чемпионом России, у другого 92 чемпиона России становится. Двух чемпионов России вот за полтора месяца до, ну, на Кубке России выигрываю. И меня всё равно, то есть, не допускают. В итоге я делаю так, уезжаю за сборную груз, договариваюсь, там, меня принимают, мне сборная России даёт бумажку, открепление, я открепляюсь. МОКО мне разрешает, и вот, который сейчас ЭБИАУ, ну, АИБУ тогда ещё был, она мне разрешает, и всё, я начинаю воспать за сборную груз. У тебя паспорт в Грузии, ты родился в Грузии? Да, я первый переехал, я сразу там на сбор попал, сразу поехали в Румынию, в Румынию выигрываю турнир, и ели, там, несколько месяцев чемпионат Европы. И я на чемпионате Европы, мой тренер приезжает в Грузию, он мне помогает готовиться, мы вместе готовимся. 81 килограмм? 86. 86 килограмм? 86, потому что веса поменяли же, или 80, или 86 надо мне было, или 92, а у меня вес 84 был на чемпионате Европы. Что, блин, и гонять не хотел, и 86, я себя чувствую отлично. И вот 86, мы выиграем Европу, и вот так вот. Конкуренция в Грузии, вот ты появился, да, то есть тебя сразу включили, или там какой-то внутренний отбор прошел, как ты попал? Ну, у них первый номер, 86 килограмм, он, гадил Зуняну, проиграл в финале на Европе, по 19-22, какой год уже не помню. Такой неплохой, очень такой упертый был. Вообще в Грузии очень духовитые, очень смелые пацаны, очень такие, то есть, хотят очень многого, но тоже не знают, как, очень много амбиций у них, тоже у этих, они тоже мечтают о великой, все вот эти моменты, но они не знают, как правильно к этому подойти. Это большая проблема, плюс у них нет финансирования, представься, вот у меня сейчас, я со сборной России был на сборах, трехнедельный сбор, а у них двухнедельный, 12-дневный сбор, за эти 12 дней надо успеть нагрузиться, и нагрузиться правильно, так нагрузиться, чтобы не перепахать. Представь, вот у нас сбор боржоми, мы в борцовском зале тренируемся. Ринга нет? Ринга нету. Я уже 8 или 9 месяцев, получается, за сборную Грузию выступаю, у меня до сих пор зарплаты, зарплаты нету, зарплаты у меня у чемпиона Европы нету. У них в Грузии 30 лет не было чемпиона Европы, 33. По боксу, да? По боксу. Я становлюсь чемпионом Европы по боксу, у меня нету зарплаты, но зато пенсия есть 150 долларов, уже пожизненная. Ага, да? Это в законе так в Грузии? Все, у меня уже каждый месяц по же будет 150 баксов падать. Ну, в общем, федерация, скажем так, не самая сильная, в общем, есть свои моменты, но я думаю, что они рады, что у них появился боксер Георгий Кушташвили, чемпион Европы. Я так полагаю, в Париж ты планируешь ехать. У нас сейчас начинается Новый год, просто вот на этом сейчас, в этом Новом году будет чемпионат мира, будет в Мае, и в Европейске. В Бишкеке, да? В Бишкеке, да, в Ташкенте. В Ташкенте? Да, будет, после чемпионата мира Европейские игры будут, если не ошибаюсь, то ли в Румы, то ли в Польше, или вообще в Сербии. Будут Европейские игры, на Европейских игр тоже лицензии разыгрываются, Олимпийские. С мира тоже лицензии будут разыгрываться? Я не знаю. Наверное. Нет. Нет, да? Нет. В 20-ти год. Нет еще, да? Нет, потому что, нет, не будет этого, потому что она с Моком, как я знаю, вроде еще это... А, я понял, то есть там, да, там эти международные истории, все, я понял, да, там... Да, и будет чемпионат мира Европейские игры, потом посмотрим, может, профи, проведу один-два боя, проведу бой. И потом, Олимпийские игры, Париж, 24-й год. И после Парижа я, как бы это ни изучал, я не хочу никаких пацанов не обидеть, ничего, но я хочу перейти в этот вес 79-400, то есть я и так в нем перейти после Олимпиады с Олимпийской медалью, с золотой, конечно, хочу только на максимум. Выйти глубоко, ну, как бы полностью впрочем? Вообще все хочу достичь сейчас, хочу забрать, у меня грузина, в чем прикол, ни одного Олимпийского чемпиона нету по боксу, представишь себе? Ни одного Олимпийского чемпиона по боксу нету, я хочу первым стать Олимпийским чемпионом, это на сегодняшний день моя мечта. Я бы мог, мог бы сегодня уехать в Америку, я могу уехать в Америку и начать заниматься полностью профессиональным боксом и зарабатывать больше денег, чем сейчас я зарабатываю. Могу уехать, но мне не уезжают только из-за того, что у грузинов, и не то, что из-за у грузинов, есть люди определенные, которые вот помогли мне выбраться из этого. И они просто хотят, чтобы я сейчас просто Олимпийский, которые в тебя верят. Которые в меня верят, просто я хочу вот ради них, ради той же Бурятии, ради Грузии, просто хочу Олимпийскую, золотую медаль привезти, сказать спасибо вам, вот и все. И хочу потом уйти по профессионалам, если Бетербию еще там, ну это пару лет, как они себя будут чувствовать. Артуру, да, Артуру уже возраст потихонечку, да. Да, да, Бетербию, Биуал, у кого там еще, есть вот, у них же, по-моему, у двоих по-моему поисали, да? Да. Или еще, по-моему, кто-то здесь, по-моему, один. У этих двоих, да, у Артура три и у Димы один в ЭБО. Ну, как бы это не все. Хорошо, а ты смотрел Биуал с Рамиросом последний бой? Честно? Да. Вообще нет. Я ни одного их боя не смотрел. Я знаю стиль ихний. Я к чему, Жильберто Раминс, мексиканец, высокий, большой, он визуально вообще не лайт-хэви, он выглядит как минимум круизер-вэйт, он прям высокий, он идет где-то с 2, что ли, сантиметра. То есть ты тоже в этом весе высокий парень. Я к тому, что если ты говоришь, ты хочешь пойти в профи за чемпионским титулом, Дима там точно останется, он только-только набирает большие обороты, он сейчас на новую орбиту вышел. Вот как бы ты, ну, как тебе вообще его бокс? Давай так, вот просто как тебе бокс Биуала? Не, для меня он может быть, его техника, его там, не знаю, тайминг, ноги там, его чувство, там, передняя рука и все, вот это у меня, конечно, очень хорошая передняя рука. Все это ему приносит пользу, он побеждает, это все хорошо. Но мне его бокс не нравится, я люблю чуть-чуть другой бокс, чуть-чуть поагрессивнее, чуть-чуть там, позрелищнее. Я люблю там такой. Я лично, если когда я с ним буду боксировать, я буду везде с ним в ринге. Везде рядом, да? Я его надоем. Я буду работать агрессивно первым номером, буду давить, буду так же передней работать и буду длинными сериями с ним работать. Я его посмотрел, грубо говоря, просто, я не смотрел его полностью бой, но я знаю его стиль, я знаю, что он мне по зубам. Даже вот сейчас мне, дай подготовиться, там, 3-4 месяца хороших спарринг-партнеров. Я готов, я подготовлюсь, я выйду, я его выиграю. Как бы это ни звучало, грубо там, нагло там. У меня всегда на себя есть надежда, я всегда в себе уверен, куда бы я ни шел, что бы я ни делал. Я выйду с ним, я сделаю свое дело, я его выиграю. Хорошо, но Дима Бивов сегодня топ номер один после победы над Канело, после сейчас с Рамиросом вообще. То есть он вышел на новую орбиту. Мы с тобой начали говорить про поводу боя с Мам Хатаем. Ты сказал, что он, скорее всего, будет не по-любителям, а, скорее всего, по-профи. Ты бы хотел их бой провести? Обязательно. Мы с ним проведем этот бой. Это был бы очень крутой бой. Мы с ним, кстати, на сборах, а я ему говорю, Имам, ты же понимаешь, что у нас с тобой реванш ждет, говорю. Что это Самара, это просто так, ну, это вообще ерунда. А у нас с тобой такой бой сделать, говорю, сумасшедший, говорю, по-профи, к вам. Пусть он поднимается по своей ветке, потихонечку идет. Я тут буду подниматься. Через года 3-2-3 года, я думаю, мы можем сумасшедший бой сделать. Ну, конечно, и сейчас можно, конечно, если финансово нас устроить, это может сделать, допустим, Умар Назарович тоже. Если они сейчас смогут, смогут нас финансово устроить. Потому что я вижу этот бой и вижу, как он продаст этот бой. Просто пока чуть-чуть время, надо подняться. И мне, и ему 2-3 года. Но и сегодня тоже можно сделать, еще раз говорю, если Умар Назарович нам проплатит. Или найдут спонсора какие-либо, которые захотят нам проплатить. Или вот его глава республики, Рамзан Ахмадович Кадыров. Может, он заходит, потому что он тоже бокс любит, но он тоже хорошо его знает. Пожалуйста, платите чек и кол. Ну да, это был бы классный бой. Это был бы для российского зрителя 100%. Да и не только для российского. Конечно, зрелищный бой будет. Это был бы крутой бой. Я еще бы хотел, знаешь, коснуться историю, часть твоей жизни. Вот я часто вижу тебя на канале «Тренер». Вот, ты там разбираешь технику, ты там, в общем, приглашаешь гостей. И я так полагаю, это один из самых таких уже старых каналов, имею в виду, по протяжению, когда он выходит. Вот именно про бокс, про спорт. Ну, что тебя с ним связывает? Как ты вообще познакомился с этим каналом? И что ты там делаешь? Какие твои там планы, если они есть вообще? Ну, вообще, Мишаня, это чей канал тренер? Чигувадзе. Наполеон Грузин. А, Михаил Чигувадзе, да? Да, Михаил Чигувадзе. Наполеон Грузин. Мы с ним Маски познакомились на съемках также. Снимались там, и с ним заобщались там. Потом что-то несколько раз пообщались, потом он мне позвонил. А, ну, мы встретились с ним Маски, он мне говорит, Георгий говорит, я сейчас Дацика, говорит. Ну, Дацика, он готовил Камиляньку, к Семиле, бой. Мы же им помогали же, это можно сказать, ну, я им организовал сбор с нами, я договорился, чтобы они с нами на сборы поехали на Эльбрус. Да, да, Кабардино-Балкарию. И вот я их с собой беру, и мы более там, ближе с ним знакомимся там, и со Славой тоже, и с Мишаней. Ну, и все, начали общаться, и начали какие-то там у нас планы, и тоже мы с ним развиваемся. И он мне помогает, я ему помогаю, и канал развиваем, и меня, и преподносим людям. С помощью этого у нас, конечно, большая эта появилась возможность вместе работать, потому что он, грубо говоря, лучше в своем деле, я лучше в своем деле. И вместе, если все это сделать, то есть можно очень хорошим чему-то привезти. Монетизация есть у канала? Спонсоры, реклама? Нюансики. Но вот этого монетизации сейчас нету, из-за того, что российский канал и российская аудитория как бы не было, и из-за вот этой вот войны нет монетизации. А у тебя есть сразу монетизация? Мы с марта месяца, еще года нет, 12 выпусков только. Поэтому у нас есть переговоры, у нас есть, начинается сотрудничество, но денег пока не зарабатываем. Пока набираем обороты. Мне кажется, пока вот эта история с войной не закончится, пока все не улегурируется, успокоится, мне кажется, монетизация есть проблема. Может быть. Посмотрим, я еду, может с другой стороны, там реклама, там не реклама, можно этим зарабатывать. Ну просто я знаю, да, там сколько, полтора миллиона подписчиков, да, это хорошая цифра. Я еще раз скажу, я каждый день, каждое утро, каждый вечер засыпаю и просыпаюсь с одной мыслью, олимпиада, и потом профессионалы. И я верю в это, искренне верю, и я думаю, я на сегодняшний день делаю все правильно, чтобы это у меня получилось. Я думаю, и я в это верю, то, что вы меня еще увидите с олимпийской золотой медалью и со всеми. Когда-нибудь я к тебе приду еще раз с четырьмя поясами, абсолютным чемпионом мира. И мы будем твою речь, вот эти слова вставлять в новую запись, когда ты уже будущий чемпионом придешь, и мы будем говорить о том, что ты уже об этом мечтал. Да, короче, я решил не приходить к тебе с пустыми руками, принес тебе Пикачо. Это, ты, а ты смотрел раньше, когда вот фишки были, вот, но играл сам, или не застал? Ну, это детские, детские, да, этот самый игрушка детская. Они вообще, то есть, их много, видов там, штук тысячи с чем-то, там их большое количество, их собирают. Не знаю, пусть у тебя будет первое, может быть. Такое, вроде, позитивное, он мне всегда нравился, я его помню, Пикачо. Ну, такой добрый герой. Может быть, когда-нибудь ты соберешь коллекцию из них большую, там. Но я не хотел к тебе приходить с пустыми руками, это тебе вообще так. Да, Жор, ну, спасибо большое, спасибо, очень приятно. Ну, мы сегодня о многом поговорили. Во-первых, очень круто, мне кажется, раскрыли твою жизненную тему. Для многих ребят, я думаю, что это будет хорошим таким ориентиром и примером вообще ситуации на будущее. Как себя нужно вести, а как лучше не стоит. Хотел бы спросить, твои планы связаны с Россией и с Грузией. Может быть, ты хотел бы вернуться, не знаю, в состав сборной России вообще в целом. Или ты уже не хочешь этого делать, то есть ты, ну, какие-то такие ориентиры для этих двух стран. То есть сегодня ты являешься гражданином Грузии и являешься членом сборной Грузии. То есть насколько эти планы, они у тебя такие... Ну, вообще, более честно было бы, если бы я за Россию привез бы Олимпийскую золотую медаль. Это было бы честно, потому что меня Россия воспитала. Я бы, скорее всего, и хотел бы, чтобы для России, да, так же отблагодарить с теми же этими, со всеми ситуациями, которые мне Россия помогала, там, та же Федерация, там, все вот эти. Да, я бы хотел бы за Россию выступить и помог бы, помочь бы. Но сейчас чуть другое время, и, то есть, ты сам понимаешь, Россию никуда не допускает. Есть возможность мне успеть за свою родину, так же, то есть, первая моя родина, Грузия, за них успеть, тем более у них нет Олимпийских чемпионов. Ну, и для них тоже хочется мне это все это сделать. На сегодняшний день мне сборная России помогает в подготовке. Я вот со сборной России тренировался сейчас, и мне Умар Назаршин разрешает, там, с главными тренерами, все ровно. То есть, я с ними тренируюсь, и я, по сути дела, российский боксер. Я бы, я, я, и, и, тяжело меня назвать грузинским боксером, но, по сути дела. Я за них, да, что, вот полгода, да, 8 месяцев выступаю, но я научился боксировать здесь. Все спарринг-партнеры здесь, тренеры здесь, все здесь у меня. Я просто за них, по сути дела, приезжаю, еду на соревнования и вот боксирую. По сути, это дело. Конечно, я бы хотел что-то для России сделать, но я думаю, это всему свое время. Я думаю, сейчас все уляжется, все пройдет, и война закончится, и профессионалы, и там еще путь такой долгий. Туда еще идти, идти до туда. Очень много, я думаю, я еще и России пользу принесу, как-то отблагодарить ее смогу. И будет все честно, думаю. Ну, я тебе желаю только удачи, веру в себя. Эта вера чувствуется есть и в твоих словах, в взгляде, в голосе. И поэтому, Георгий, собственно, давай вперед и к своей мечте, и к своим целям. Спасибо большое. И до новых встреч. Спасибо. Спасибо тебе.